Итак, всех приветствуем. Тут, оказывается, до 6 утра осталось буквально 10 минут. Я промотал это время и продал кучу хлама комиссару. Ну, окей, как бы то ни было. В прошлой серии я благополучно забыл открыть нож, который... нож сталкера Игоря. Давайте это сейчас сделаем, попробуем найти... Вот оно. Вот. 6386. Это было быстро. Супер. Жрелье. А после открытия нож сломался. 1300 очков опыта получаем. Что бы мы там вообще подобрали? Жрелье сталкера Игоря. Богато украшенное жемчугом ожерелье, которое сможет принести при продаже немалую сумму. Ну, пусть валяется. До поры до времени. А, и косяки еще оттуда мы достали. Ну, пусть тоже пока лежат. Ну, нож нам нужно взять, чтобы разделывать там животных. У нас же нет ножа ни у кого другого. Да, нету. Кстати, у этой девчонки тоже в 6 утра там, возможно, денежки появляются. Надо глянуть. Да, малеха у него появляется. Так, по куриху ты не берешь, ясно. Да и не то, чтобы денег у тебя много. Мне еще сказали сходить снова на завод, потому что я для искры там, для брони могу еще что-то купить и плюс задание получить. Я благополучно как-то это не доработал этот момент. Будем дорабатывать сейчас. Так, вход в подземку. Сходим тоже обязательно. Нам надо доторговать по пути остатки того, что у нас там осталось. Как раз у всех деньги тут появились. Заодно посмотрим, можем ли мы тузиков разделывать без ножа. Т INGESAL Офигеть, два... ...два очка для ближнего боя надо. ... Да, без ножа мы не можем их разделывать. Классно. Ну, 200 очков опыта все равно получили. Уже неплохо. А нож какой-нибудь надо взять нам. Можно, кстати, зайти на базу. Глядишь, у нас там достроили мастерскую. Все равно это там все рядом. О, бабло появилось у него. Что-нибудь еще? Нет, больше ничего нового. Но достаточно, чтобы расстаться с, хотя бы, пистолетом. Ага, другого нам не надо. Тебе, значит, косяки продадим. Или ты их не покупаешь? Судя по всему, не покупают. О, зато камеру за 450 рублей она может купить. Она ничего из этого не покупает. Вот прикол. Не, что тебе продавать тогда, подруга? Все остальное мне самому нужно. Это тебе. Так, это тоже тебе. За это я у тебя Возьму Три аптечки. Так, 21 шприц мне хватит. 21, 5, 2. Два. Ну, должно хватить. Еще накинуть с той стороны. Что, барабан для кабеля активен? Просто он иногда не активен, а тут только хопа. Я думаю, ничего себе. Так, заходим на завод, берем квестец. Заодно посмотрим, чем там этот механик торгует. А то вдруг еще что-то можно докупить на наш шайтан-машину. Как-то посмотреть-то. Во. Еще дофига влезет. Точнее, еще можно ходить там. Есть. Разгуляться. И где он? Не понял. Куда-то свинькил. А, вот он. Пронесла, господи. Во. Да, продается у него всякий ништяк. Перфоратор сшила, зимний камуфляж, блок таран. Вот блок таран нам не нужен, а вот блок данку. Так, подожди. Так, что-то я не до конца понимаю. Я, короче, просто сейчас куплю все у него. Ну вот это очевидно, и вот это то же самое. Силенный панцирь. Это мотор. Фиг его знает. М-м-м. Все. Спротивление там, все дела. Ага, а вот это надо в руки выдавать. Угу. Ну, пусть с этой штукой тогда пока ходит. Так, а куда он опять исчез? Он же только что здесь стоял. Кого я вижу? Меня. Давай поговорим о броне. Хочешь узнать о своем приобретении? Так, это мы все вроде бы читали. Чем заправлять броню? Солярой. Я разве не говорил? Ну да. Специальное оружие для брони. Это мы тоже производили. Есть нарвуч с выдвижным клинком, есть ручная версия автоматического гранатомета. Ну да, мы это все слышали уже. 10 тысяч рублей, я приведу все необходимые работы по улучшению. Держи. Вы передаете деньги мастеру, и тот немедленно принимается за работу. Подключивает поругайок, смазывает шарнир, очищает поверхность и покрывает ее средством против ржавчины. За такой работой любо-дорого наблюдать. Готово. Можешь любоваться. Слушай, а можно броню еще как-то улучшить? Или это предел? Вообще можно, конечно, но только... Ай, да нет, это все слухи и легенды. Ну говори. Хорошо. У меня почивший дядька говорил, что до войны работал на постройке какого-то секретного объекта. Мол, тут под Трудоградом целая сеть разных бункеров и лабораторий была. Там много чем занимались и он там... Он и сам всего не знал. В той части, над которой он трудился, строили полигон для довоенного экзоскелета, например. Угу. Ты мне предлагаешь найти это место? Короче, где-то... Где-где, а там должны быть качественные детали для этой махины. Дядька был мужик с придурью, но вход в сам бункер мне показал. Просто он еще сказал, что место это проклятое. Угу. И в чем проклятие? А хрен его поймет. Этого он уже не рассказывал. Зная только, что туда уже по раз пытались сталкеры пробраться и никто не вернулся. А хотя нет, вру, один все-таки вернулся. Сказали, что на входе ворота здоровенные стоят, которые простому человеку не открыть. Угу. А где сам вход? Это тебе нужно в пригород двигать и оттуда в сторону дамбы. По дороге будет пещера. Давай я тебе лучше на карте отмечу. Не благодари раньше времени. Во-первых, скорее всего, это просто бункерок небольшой. Во-вторых, даже если и нет, сомневаюсь, что в нем что-то полезное осталось. Кроме, может, мутантов каких-нибудь. Знаешь, давай так, если ты действительно найдешь детали, то притащи им их мне. Обещаю за бесплатно твою броню улучшить. Просто из-за любви к искусству. Угу. Окей. Э, искра, ну-ка, полайся обратно в броню. Ну, что он ее улучшил, интересно. Что-то он улучшил. А максимальный вес стал больше переносимый. Ну, хорошая машина у нас получилась. Мне, в принципе, нравится. Искать теперь точно не подохнет. Ну-ка, может, я тебе какой-нибудь хлам могу спикнуть, раз уж ты продаван оказался. Ну, можно ему хлам спихнуть по мелочи. Денег-то у него много. Надо к нему будет сейчас занести все то, что у нас лежит на базе. Один хрен нам туда за ножом нужно идти. Так, получаем квест джаггернаут. О-хо, название-то какое. в джаггернаут. Все в Так, пока в подземку не идём. Мда, а кто уровень у меня получил? А, я получил? За что? Хм, действительно, я получил. Прикол. Ну, я и не против. Не знаю, что хочу качать, правда. У меня сейчас ни в одном из параметров какой-то острой необходимости нету. Ну, что ещё мне может пригодиться? Метательного уже, наверное, нет смысла качать. Выживание бы мне, конечно, очень пригодилось. Или... Даже не знаю. Дружие винтовки, например, точно со дна нет смысла прям поднимать. О, ладно, потяну по чуть-чуть выживание. Там, глядишь, что-нибудь вытянется. Так, 10 очков мы получили. Вот эту штуку я очень хочу. Уже очень давно. Супер. Теперь можно копить на... Ну, фиг знает, надо ли на это копить, действительно. Рукопашками, например, вообще больше не нужна. Раз я там победил уже. Самых матёрых чуваков. Ну, кошачье зрение для ночи тоже неплохо. Хотя при прицельной стрельбе штраф сохраняется. Надо ли оно мне? А, ну да, я в прошлый раз вот эту самую достаточность себе вкачал. Ну, не знаю, может, действительно метательная. Я потом покачаю. Поглядим. Ещё идёт стройка. Да, жаль. Значит, надеюсь, косарей пока набираем себе хабару на продажу. Ага, попробую сейчас вспомнить, что сколько стоит. Ну, всякий кальский кал можно продать. Чем я там точно не буду пользоваться. Ну, не знаю, есть ли тут на 10 тысяч товаров. ТТ продадим по-любому. Тебя продадим. Ну, не знаю, мне кажется, должно с лихвой хватить на продажу. Ну, и что-нибудь так можно по мелочи набрать, потом ходить до продавать кому-нибудь. Ну, да, вот, типа, вот этого всего кала набрать недорогого. Так, а моя главная нычка лежит здесь. Ну, я отдельно от пламы это всё сложил, чтобы не перепутать. Вот, так. Дайте мне какой-нибудь ножик тогда. Хуёжик, ножик, хуёжик. 7,28. 11,19. Позволяет снимать добычу. Так, 0,7, 0,55. Причём, мачета тайга... А, на это мне, кстати, не хватает. На стоун на вот это хватает. Тип холодное оружие, навык холодное оружие. Возьму. Пусть будет. Чё-нибудь выкладывать мне надо. Да, как будто бы нет. Всего, в принципе, в меру лежит. А вот компенсатор бы, конечно, для ножика не помешал. Нету. Плевать тогда. Пусть продолжает стройку. Быстро на завод, потом в подземку. Так что ещё раз благодарю, что подсказали мне с этим заданием. А я, кстати, так не посмотрел на карте, куда нам нужно идти. Так что мы сейчас торганём по-быстрому и глянем. Освободись, косарей, я отработаю по полной степи. Можно ему и водуручный молот продать. Ну, поехали. Это тебе. И очки-то он покупает. Ну, слушайте, мы что-то, наверное, много с собой взяли всего. Одной только брони мы сколько набрали. Ну, да, вот мы уже с него всё забрали. И чё вот на 200 рублей ещё? Ну, вот на тебе. Ну, неплохо-неплохо торганули, конечно. Поздравляю, теперь ты оружейник. Ну, у Бориса в бочке там вообще ничего. Обычно по деньгам не водится. На 70 рублей, чё смеяться-то. Поздравляю. Так, мы подошли к чадящей дыре, которая ведет в подземное логово подлых мутантов-пудревников. Вы хотите проверить, какие ужасы скрывают эти смрадные каверны? Ну да, я за этим и пришел. Так, тут куча собаки, но бродит, я смотрю. Ну, добивайте. Офигеть. Офигеть. Офигеть, это вообще что такое? Это законно? А, это волки? Ничего себе. Молодой волк, альфа. Так, они меня раньше увидели, да? Ух ты. Офигеть. 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 Тут ничего, но там ящики один уже приметил. Ну я уж не буду собирать этот хлам весь, но это возьму ладно. Угу, фулл подхилились, отлично. О, еще ящик. О, соляка. Давайте зальем. А бутылка, кстати, вот теряется после этого, да? Видимо, сжирает. Вместе с бутылкой перерабатывает в топливо все это. Ух ты. И не нападают даже на меня. А, понятно. Ёк-макарёк, на нас напали. Закрывай. Закрывайте, коричневый кот. Мутант установили тут стену, это не проблема. Если я не боюсь немного пошуметь. ППС, металлический арбалет. Угу, все варианты выглядят не очень. Офигеть. Ха-ха-ха-ха, удачи. Офигеть. Вода под напряжением Без специального чего-то там Класс А читать я как должен Ну а вы тут в сингулярности Живете смотрю так Видимо мне придется Раздеть искру И пройти дальше Ох дитя мое Давай скорее покинем Это смрадное подземелье мутантов Твоему немолодому падре Еще рановато под землю Это не подземелье Это какая-то сплошная ловушка Нам нужно следить оба Ох дитя мутантов Ох дитя помидора Ох дитя мутантов Мне нужно следить обоих Ну, я получаю немного урона все-таки. О, скелет, иди сюда. Ммм, отлично. Ну, у нас тут не особо много, легко разберусь. Так, давай-ка я лучше с тобой разберусь. Аккуратно даешь. Аккуратно даешь. Аккуратно даешь. Да он вообще не шутит, походу. Аккуратно даешь. Красиво. Ну, штука вообще, конечно, прикольная. Офигеть, топливо расходуется как... Аккуратно даешь. Еще один вылез. Аккуратно даешь. Офигеть. 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 Да ёб твою мать, а. Мутантская мразь. Злобный мутант. Класс. Что-то меня там же и отравили еще вроде, да? Ой, скракочнулось. Ничего себе. Ммм, да небольшое. Соточка всего. И то он не снял уже половину. Так, здесь тоже все под напряжением. Ммм, так, до уровня-то лично мне еще далековато. Че, у тебя шесть уже неплохо. Ну, копим на вот это. Надеюсь, что компенсирует еще то, что там было потеряно. Че тебе качать? Не знаю. О, солярку давай. Много ее потратили. Отлично. Залили солярочки. Я уже стал избирательным. Хлам не поднимаю всякий, потому что мы его тупо не утащим, да и торговать не слишком долго. Военная шапка. Военная шапка. Ммм, как у нас. Даже никаких проверок не надо было проходить. Ммм, как у нас. О, солярка. Даже сажать-то нечего. Чисто для здоровья штоп. О. Ну, можно аптечку слопать, в теории. Или... Ну, так сойдет. Так, этих надо как-то позвать сейчас с собой снова. Блин, какой-то команды нету. Каждый раз придется вот так подзывать дополнительно. Так, тут еще под электричеством, ясно. Тут с рывка пройдем, тут с рывка. Ух, я тут идти-то, конечно. Ух. Ух, это мне одного там пробиваться столько. Ух, вот это да. Ну, в теории-то я один справлюсь, наверное. Без команды поддержки. Ну, типа, бля, как далеко находится генератор. И точно ли он один. Так. И точно ли он один. Купец. Купец. Тут войны сколько. Карты ебнутся огромные. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Стой, неет. Блин. Продолжение следует... Другое дело. Так, осколочная граната звучит не очень хорошо. Ого! Ничего себе! Вот это новости. Продолжение следует... Плохо, плохо. Травление на меня навешивает, зараза. Я почти спасся. Продолжение следует... Продолжение следует... Дайте мне уже бур, пожалуйста. Им намного быстрее. Промазал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну-ка, сколько гранат у тебя там осталось? Ну, неплохо. Так у него... Так у него... Эти говногранаты... Ого! Плюс 1 внимание. Действие только в солнечную погоду. вот это, да. Это мне надо. Опа. Солярочка. Так, использовать в себя ее влить не надо. Опа, еще солярка. Ну, это, видимо, для того, что я сейчас таранить буду. Хотя можно и просто взорвать ее. Не зря у того чилибосика была взрывчаточка с собой. Ну-ка. Тик-так. Ну вот, пригодилась же одна взрывчатка. Шахтерская каска. Прикольно. Такую мы еще не встречали. Возьмем на память. Продадим ее потом. Опа, еще одна. А, защита от токсичности. Это, я думаю, что-то мало ли опять не хватил. Реально тут один стоишь такой красивый. Хм, и у него взрывчатка есть. Ничего себе. Беревку возьму на всякий случай. Мало ли пригодится. Ух, далековато. Ой, далековато. Ну, на самом деле нет, не очень далеко. Противников много по пути. Прежде чем мы снова воссоединимся. Ну ладно. Тут мне уже на самом деле заканчивать пора. Что у меня там по опыту? Еще, да, можно побродить в броне. Потом мне надо все-таки как-то переодеться в себя нормального. Так что на этом мы закончим. И уже в следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...